Снова к теме новогодней. В ближайшие дни в специальные рейды отправятся сотрудники государственного лесничества. Они будут наблюдать за заготовкой новогодних елей. Напомним, вырубка деревьев может осуществляться исключительно путем участия в аукционах, проводимых в лесничествах. Именно они определяют количество деревьев, которые можно срубить, и место их заготовки. Рубить деревья всех хвойных пород для новогодних праздников допускается на участках, подлежащих расчистке. Это просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесных дорог. За незаконную заготовку новогодних елей предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей. Орудия, с помощью которых правонарушители будут заготавливать лес, также будут конфискованы. О чем еще писали газеты на этой неделе, расскажет в обзоре прессы мой коллега Евгений Макеевский. Здравствуйте. В пятницу Россия вступила во Всемирную торговую организацию. Летом будущего года соглашение между Россией и Женевской штаб-квартирой организации должна ратифицировать Госдума. И с 1 января 2013 года правила ВТО начнут действовать на территории Российской Федерации. СМИ обсуждают, что это значит для России. Комсомольская правда решила развенчить разнообразные мифы, окружающие ВТО и последствия вступления России в эту организацию. Так, например, слухи о том, что в результате этого шага будет ликвидирован автоваз, могут оказаться всего лишь слухами. Во-первых, пошлины на иномарке останутся без изменений минимуму три года. Это время тольяттинцы могут использовать для модернизации. Во-вторых, на завод пришел Рено. За границей поможет. Мы с вами прекрасно видим, что ни Россия, ни Китай, ни какая-либо другая страна уже не отгорожены от общей мировой экономики ни железным занавесом, ни великой китайской сестиной. Ничем подобным отгородиться от общего мирового рыночного пространства в наши дни уже нельзя. И нужно в нем работать по тем правилам, которые существуют. Посмотрим, будут ли особенно заметны издержки или особенно заметны выгоды этого нового положения России, как членов этого время покажет. Будем возлагать надежды на лучшее. Потерянные вещи, деньги, ценности, документы и даже животных теперь можно будет найти в отделении полиции, сообщает российская газета. Как, кстати, и сдать находку. При этом своих хозяев потерянные вещи должны ждать в специальных помещениях, гарантирующих сохранность находок. А начальник местной полиции обязан не реже, чем раз в полгода проверять условия хранения. Документы будут беречь в сейфах, а деньги могут перечислять на специальные счета. Животных должны распределять на временной постой к людям, которые могут себе позволить такой приют. Более того, люди в погонах примут на хранение археологические клады, транспортные средства и даже оружие с боеприпасами. Я думаю, что это будет способствовать новому этапу сближения между обществом и правоохранительными органами. Мы будем нежнее друг к другу. Я не знаю, как будут чувствовать себя бездомные животные, которые могут оказаться на попечении полицейских. Я думаю, что тут есть о чем подумать. Может быть, есть какие-то другие пути. Но то, что касается археологических кладов, мне, как археологу, очень приятно, если они попадут в надежные руки людей, которые умеют ответственно относиться к государственной собственности. Вы еще не забыли свою детскую мечту слетать в космос? Ничего, что учили всю жизнь на строителя или врача, уже в 2012 году на орбиту позовут почти всех желающих. Федеральное космическое агентство объявило о том, что специалисты приступили к разработке общих правил поступления в космонавты и критериев отбора претендентов в рамках новой системы открытого набора. Об этом московскому комсомольцу рассказала начальник управления пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Краснов. Здорово, что Россия, которая была пионером освоения космического пространства, сегодня становится более прозрачной, более открытой в этом отношении. И теперь может быть космонавтом не только человек в погонах, который с самого детства намеревался служить Родине как воин, как солдат, но и человек, который, может быть, хочет служить Родине на космических орбитах и оставаясь человеком гражданским. Теперь действительно многие смогут понять, как это сделать и как прийти к этой мечте. Хищный взгляд и длинные рога. Настоящий буйвол появился в Череповецком музее природы. И не только буйвол, а целое стадо разных копытных. Правда, собственно, копыт у них нет. Это экспонаты новой выставки Африка Сафари и личные трофеи и подарки Вячеслава Позгарева. По мнению специалистов, все чучела сделаны очень качественно. Их производством практически два года занимались в Африке. Теперь трофеи охотника станут частью постоянной коллекции в музее природы. Алена Смирнова туда съездила и узнала, каково это на буйвола ходить. Кажется, вот-вот набросится и забодает. Экспонаты музея природы совсем как живые. Вот навострил уши голубой гну. Видимо, почуял опасность. А эта газель высунула блестящий любопытный носик. Усы и реснички выполнены настолько качественно, что от настоящих отличит не каждый профессионал. Чучела животных заказывали в Африке. Потом в больших деревянных коробках перевозили через моря и океаны. На все это ушло два года. К примеру, гуляя по лесу, мы еще можем увидеть ежика, лисичку, лось. А то с антиопами, с африканским буйволом мы точно в наших вологодских лесах нос к носу не столкнемся. Я думаю, что выставка очень интересная, очень познавательная, животные очень красивые. Все экспонаты – личные трофеи. Теперь уже экс-губернатор Вологодской области Вячеслава Позгалева и его внука. Как признается Вячеслав Евгеньевич, у внука подстрельных животных больше. Зато ему самому попались самые опасные звери. Главная удача африканской охоты – поймать буйвола. Наряду со львом, леопардом, слоном и носорогом он входит в большую пятерку самых значимых охотничьих трофеев. Кроме того, буйвол очень силен и бьется до последней капли крови. Антилопа канна удивительно доброжелательна. Их вид уже не раз пытались одомашнить. Канны дают питательное и жирное молоко, не хуже, чем коровье. Такие антилопы вырастают до 4 метров в длину и могут весить больше тонны. Зато их сородичи – антилопы стенбок – совсем крошечные, всего 16 килограммов. Антилопа импала тоже не отличается большими размерами. Живут они стадами, небольшими стадами, где-то от 16 до 20 животных. Очень интересно импалы приспособились к жаркому климату Африки. Если становится уж совсем невмоготу, то температура импал повышается примерно где-то на 7 градусов. И это позволяет им очень хорошо переносить вот такие перепады африканского климата. Бородавочника называют радиом Африки. В момент опасности животное поднимает хвост вверх. И значит, нужно спасаться бегством. А еще у этого животного 6 симметрично расположенных бородавок. Поэтому и зовется бородавочник. Эти кожные образования с возрастом животных становятся все больше. Сафари в переводе с арабского означает путешествие. Вот и мы жителям города предлагаем удивительное путешествие в Африку. Здесь вы сможете увидеть не только разнообразие африканских масок и статуэток, выполненных из черного дерева, но также разнообразные виды африканского оружия, копья, луки, стрелы. Увидеть фотографии африканских ландшафтов. А в планах музея дополнить экспонаты, подаренные Вячеславом Позгалевым, пейзажами Африки и сделать уголок для детей, где бы учили рисовать животных этого континента. Выставка «Африка сафари» станет постоянной частью коллекции музея природы, что на Луначарского 32. А значит, у всех волокжан есть возможность, не уезжая из области, побывать на сафари и почувствовать себя настоящим охотником. День отца отмечали на этой неделе, причем уже в десятый юбилейный раз. Выставки, веселые конкурсы, концерты по случаю этого праздника проходили на территории всей Вологодской области. И с каждым годом в этих мероприятиях участвует все больше пап и их детей. В Череповце праздник прошел во Дворце строителей и объединил более 300 семей. Мой коллега Павел Панов побывал там, познакомился с участниками и составил портрет идеального отца. Сынок, папаня, ну вот то-то, а то мама-мама. Папа – это слово люди не всегда говорят первым в своей жизни. Все-таки чаще их обращение направлено к мамам, но, несмотря на это, отец в жизни человека значит очень много. Об этом не понаслышке знает многодетный отец-одиночка Николай Очеленков. Его сыну уже 40 лет, а дочерям 30 и 10. Старшие дети утроили счастье Николая, подарив ему трех внучек. Быть отцом – это прекрасно. Это у тебя забота о воспитании будущего, та, свое поколение, замену себе. Ну, возвышенные чувства, какие там чувства. У отцовства сразу появилась забота более такая о семье, уже от жене и ребенке. Сейчас все внимание и забота Николая направлены на воспитание младшей дочери Виталины. Вместе они проводят огромное количество времени. Летом они ездят на дачу, где дочь помогает папе по хозяйству, и даже в строительстве бани. Зимой Николай и Виталина много гуляют и играют на свежем воздухе. Я люблю за то, что он у меня есть, что он сильный, что он любимый, что он всегда только не будет уходить далеко, что будет всегда со мной рядом. Вот и сейчас они пришли на праздник в ДК «Строитель». Здесь прямо в фойе проводились мастер-классы для отцов. Одни обучали фокусом, другие рассказывали, как вкусно готовить. Кто-то передавал мастерство рисования шуточных шаржей. А вот Юрий Дешинов показывал папам и их детям, как из бумаги можно сделать удивительные по красоте снежинки. А также он учил, как делать узоры на стеклах и зеркалах. Ну, назначение отца, наверное, в большей степени – это все-таки вырастить детей наших, воспитать, чтобы они были такими же умными, хорошими, добрыми и всегда не забывали родителей. Ну, и чтобы тоже рожали хорошие детей. День отца в городе на Шексне отмечается уже в юбилейный десятый раз. Череповец стал одним из первых городов России, где начал отмечаться День отца. Было это в 2002 году. Дата праздника была выбрана во второе воскресенье декабря, через две недели после празднования Российского Дня Матери. Тогда в первый раз на праздник пришли всего семь семей. Спустя годы, благодаря спонсорам и поддержке властей, День отца стали отмечать десятки тысяч людей по всей области. Только в ДК «Строители» в Череповце на мероприятии пришли более 300 семей во главе с папами. Папы есть совершенно молодые, у которых только-только родились дети, но они уже папы, они хотят участвовать в праздниках, в конкурсах. Есть папы очень в возрасте, у которых это последний ребеночек, например, или поздно родился. Есть папы самые разные по профессии – слесарь, токарь, менеджер, директор банка, работник «Северстали» разных уровней и так далее. Совершенно разные папы. Но их всех объединяет то, что они любят своих детей, они гордятся своими детьми, они хотят, чтобы их дети выросли замечательными людьми. Папа для меня – это все. Так говорили многие дети на сегодняшнем празднике. Мы же решили узнать, какими именно качествами должен обладать идеальный отец. Добротой, любовью, заботой. Он мне, в первую очередь, дал жизнь, обучение. Просто воспитал меня. Быть заботливыми, с детьми больше заниматься, спортом заниматься с детьми, быть в семье, во всем участвовать в жизни. Не пить водку. Молодых ногтей и обучать всему, и содержание обеспечивать, и жилье, и обучение дальнейшее. Все, все, все. Вот и до. Это человек, который с тобой может нормально поговорить, если какие-то проблемы, может посоветовать человеку. Добрый, смелый, уважающий личность в ребенке, подающий ему пример. Тот, кто заботится о семье, в первую очередь, на кого ты можешь положиться, это такое дисциплинирующее, хранительное начало, и в то же время достаточно любящее. Наверное, один из главных мужчин в жизни – это отец. Здесь, в ДК «Строитель лучших пап» наградили благодарственными письмами от мэра города, а также были подведены итоги городского конкурса «Вместе с папой», где победители, а это шесть пап, получили памятные подарки. А венчал праздник концерт с песнями и танцами. И емский. Это хорошо, что у нас так много добрых семейных праздников – День Матери, День Отца. Это сближает, делает дружными семьи. А самый главный семейный праздник, по-моему, это все-таки Новый год. Я полностью согласна с тобой. Хорошо, когда за новогодним столом собираются все родные, поздравляют друг друга и загадывают желания. На сегодня это все. Это были новости и итоговая программа. Для вас работали Виктория Пименова и Александр Соколов. Всего доброго. Увидимся через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова